В эфире «Вокруг света» на фрегате «Паллада». Программа о тех, кто приручил ветер и покорил воду. В эфире «Паллада» – тезка знаменитого парусника русского военного флота. Получил свое имя от Афины Паллады, богини справедливой войны, но, по иронии судьбы, к войне никакого отношения не имеет. Сегодня это один из немногих настоящих российских парусников, способных выйти в кругосветку и учить будущих лучших моряков России. 2 ноября 2007 года фрегат «Паллада» покинул порт Владивосток. На его борту 53 члена постоянного экипажа и 150 курсантов. Им посчастливилось пройти на «Палладе» свою первую морскую практику. Авралы, вахты, лекции. Жизнь на фрегате забурлила с первых минут и теперь кипит, не переставая. Выбирать, травить, укладывать – дело не из простых. Вот она, морская наука в реальных условиях. 9 ноября. Первая неделя кругосветного похода позади. Судно следует под парусами со скоростью 9 узлов, курсом 210 градусов. Курс – это направление движения корабля. Ведет корабль, назначен курсом рулевой. А как ты узнаешь, куда крутить надо? Там приборы есть, и я по ним смотрю. То есть у тебя есть определенный курс или что там? Да, курс. 210 градусов. Но я стараюсь держаться, как бы, в пределах этого курса. Нанесение на карту линии по пути корабля – это прокладка курса. Прокладка курса бывает предварительной. Ее делают еще до выхода в море. И фактической. Ее проводят в море. Здесь и сейчас. Раз. Вон. Длини. Здесь, на палладе, курсанты понимают, что значит трудиться, не покладая рук. Человеку далекому от моря кажется, что жизнь на корабле похожа на длительный отпуск. Но это не так. Паллады требуют бесконечного ухода. Ежедневно, как птица, феникс, она возрождается из пепла, очищается от ржавчины и морской соли. Курсанты, не занятые уходом за палубой паллады, учатся вязать сезни. Сезни – это короткие плетеные концы, которые служат для прихватывания парусов к реям. Чтобы ловко управляться с ними на мачте, надо научиться делать это здесь, на палубе. Она уже, если не идет туда, значит и это не уходит. Зачем тебе держать вот так вот здесь? Стой, раз возьми сезеночки, и чтобы каждый подвязал сезенку на лере. Ты помнишь, как я показывал? Держать на лере, да, прям в тупую, чтобы проверить. Юрий, я не буду. Держи, я не буду. Держи, я не буду. Для практики, парус. Для практики. Тренируйтесь, тренируйтесь. Все. Понятно, да? Научиться завязывать правильный сезеневочный выблиночный узел очень важно. В противном случае после уборки парус, может быть, снова раздут ветром. И тогда придется заново подниматься по вантам, переукладывать парус и перевязывать сезни. И так до тех пор, пока работа не будет выполнена на все сто. И еще. Сезни нужно научиться вязать так, чтобы и правая, и левая рука работали одинаково. Неизвестно, какой из них будет сподручнее справляться с узлом. Значит, для чего, парни, левая и правая рука? У вас в некоторых местах сезеневка, когда по прямой она выходит. Вот, леер. И видели стоечку, за которую держится? Каждая минута, прожитая здесь на фрегате «Паллада» – нелегкий труд. Но мореходы – народ выносливый. Так что, если и признаются в том, что устали, то делают это вроде бы как в шутку. Собери меня с этой «Паллады». Все. Тяжеловато. Не страшновато. После трудов праведных следует отдых. Но только для того, чтобы завтра с новыми силами и знаниями прожить новый день. Учебные сказали? Учебные сказали продолжать залять. Продолжаем. Учебные сказали. Десятое ноября. Судно следует под прусами со скоростью 9,7 узла. Сильная бортовая качка. Угол крена до 25 градусов. Если подняться наверх, то можно увидеть, как судно ложится то на один, то на другой борт. Это бортовая поперечная качка. Она особенно тяжело переносится людьми, страдающими морской болезнью. Но курсанты-парни стойкие и от морской болезни привитые. Большинство из них даже успели обзавестись самой настоящей морской походкой. И только некоторым. Как вот этому юнге, каждый шаг дается с трудом. Но это только пока. 12.30. Объявлен парусный аврал. Верхние марселя убрать, крепить. Отличная возможность в сложных условиях продемонстрировать то, чему так долго учились вчера. Вязать, сесть. Сейчас ужасно страшно подниматься на мачту. Но только так можно стать настоящим морским волком. Здесь на высоте ветер 8 метров в секунду. Парус раздувается, не слушается. Но дана команда паруса убрать, и она будет выполнена. Там еще, забираем убег туда. Полой, ближе двинься туда. Двигайтесь туда. Все, спускаемся. Полой, спускаемся. Все. Вниз, пошел вниз. Гонимые ветром курсанты осторожно спускаются смачно. Во время парусного аврала работа кипит не только на мачтах, но и на палубе сунду. И еще неизвестно, где курсанту приходится сложнее. Там, наверху или здесь. Работа спорится. И все же некоторые недочеты имеются. Правда, сегодня они связаны исключительно с внешним видом курса. На будущее одевайтесь, ребята, в гипромостры. И умер, чтобы... Вот, куши там, нет, не будет. Ну, понятно, сапоги там есть. Так, махта свободна. Махта свободна. И вновь берем, травим, держим. Упали, держим! Наконец звучит отбой парусного аврала. Волнение моря 3 балла. Видимость 5 миль. Бортовая качка по-прежнему не дает покоя ни курсантам, ни членам основного экипажа. И вроде все давно закреплено, увязано и уложено. Но в 16 часов 35 минут мореходцы замечают, как угол одного из парусов полощется на ветру. Когда про паруса говорят полощут или заполаскивают, это значит, что они треплются в разные стороны, не наполняясь ветром. Да, шкот от атаковки отстегнулся. Штатная ситуация, почти штатная ситуация. Оказалось, ситуация не критическая. И по мнению капитана Паллады, Николая Зорченко, даже штатная. Паруса в критический момент должны рваться, скобы вылетать, иначе быть беде. Сейчас поднимаются наверх, укатают, потом протянут скот, опять его закрутят, и опять... Единственная трудность в том, что исправлять ситуацию приходится не в спокойном, штатном режиме, а при скорости судна 9 узлов и креней в 25 градусов. Скорее! Бените! Куда? Куда бените? К себе! К себе бените! К себе бените! К гости, гости! Вот так, с присущим российским морякам мужеством и сноровкой, старший матрос Захар Новоселов и матрос первого класса Владимир Храмченко быстро и, главное, надежно, крепят к Нокуреи новую скобу. Вот они, герои дня. Захар Новоселов и Владимир Храмченко. Оба проживают в Приморском крае, оба увлекаются спортом, оба по-настоящему любят работу на учебном парусном судне «Паллада». Разница лишь в том, что морской стаж одного уже 12 лет, а другого лишь 18 месяцев. От ветра вырвал остальную скобу, лопну. А вы что сделали? Мы ее поменяли, поставили новую, все выбили на место. Когда шторм, всякое может случиться. Но не случается, если работают профессионалы. Каждый из них мастер своего дела, лучший из лучших, других здесь не держат. Чтобы быть на плаву, необходим высочайший профессионализм. В противном случае может произойти все, что угодно. Тем временем качка постепенно начинает стихать и, наконец, стихает. Но работа, вахта, учеба только набирают обороты. Впереди 268 дней кругосветного похода. Вы смотрели «Вокруг света» на фрегате «Паллада». Программу о тех, кто приручил ветер и покорил воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова